Всем привет, друзья! Вы на канале Сделай Сам. И сегодня я хочу повторить одну тему, которую увидел на просторах интернета, а именно реанимация вот таких вот зачистных дисков или лепестковых кругов. Сейчас посмотрим, как сделали ребята и попробуем так же повторить, будет очень интересно. Ну а вы подписывайтесь на канал, комментируйте и не забывайте ставить лайк. Обрежем каждый лепесток и посмотрим, что это нам даст. Возможно, откроются, так сказать, нетронутые. Хотя здесь, если рассматривать основу, то запас лепестков достаточно большой. Ножом не очень удобно получается. Я решил, что проще будет с большими кусачками. Но после очистки лепестков с помощью небольших кусачек у меня получился по ощущениям практически новый диск. Ну выглядит, конечно, это всё по-уродски. Оно, возможно, будет биение какое-то создавать. Но здесь везде по всему периметру живая наждачка. Как, допустим, не скажешь, как здесь. Сейчас попробуем. Просто для теста возьмем вот такую вот заготовочку. Обрезок уголка ржавого. И посмотрим. Ну, как мы видим, естественно, края взбиваются, но заготовка чистая. А вторую идею, которую я видел, скорее всего, у меня не получится, потому что диск у меня всё равно стеклопластиковый. Но мы всё равно попробуем сейчас полностью снимем все лепестки и посмотрим, будет ли он что-нибудь хотя бы зачищать или нет. Скорее всего, нет, он просто расплавится. У нас получился вот такой вот почти чистый диск. Тут немного осталось абразива, но не получается его снять. Но это ничего. Сейчас попробуем на заготовочке. Мы установили данный диск. Ну и сейчас попробуем. Скорее всего, он будет просто плавиться, потому что это стеклопластик. Знаете, как ни странно, оказалось, что вот эта основа, клеевая, она как раз и работает как абразив. Поэтому в целом зачистить под сварку, к примеру, можно. Так что советую. Но главное не перегревать. И спасибо большое, что посмотрели. Мне было интересно проверить за ребятами данные, так сказать, лайфхаки. Поэтому можно сказать, что это работает. А вы подписывайтесь, напишите ваш комментарий, правильно это или нет. Ну в целом. Поэтому спасибо большое. Подписывайтесь, комментируйте ещё раз. И пока. Пока.